Болгарская проведица Ванга обладала удивительным даром, который и по сей день подтверждают люди, хотя бы раз побывавшие у нее на приеме. Ванга сделала много предсказаний на будущее, не только для отдельных людей, но и для целых городов и даже стран. Особенно точно Ванга предсказывала шокирующие события мирового масштаба, катаклизмы, пандемии и другие страшные вещи. Для каждого отдельного человека она могла увидеть его прошлое, настоящее и будущее. Знала по имени каждого человека из толпы, из тех людей, которые ежедневно собирались сотнями вокруг ее дома в ожидании заветной встречи с великой прорицательницей. Недавно под одним из видео мне оставили комментарий. Ванга не могла предсказывать, так как ежедневно злоупотребляла спиртным. Так вот, это неправда. Более того, Ванга знала и давала наставление о том, как победить этот дьявольский недуг. Ведь не сам спирт разрушает больного человека, а то состояние, в которое он приходит по вине спиртного. Это состояние уязвимое для бесовской силы, так как человеческое сознание отключается. Ванга говорила, что вокруг пьющего человека, который делает первый глоток из стакана, будучи еще в трезвом состоянии, собираются бесы. Они окружают его и дерутся за то, кто первый из них сможет временно завладеть его телом и сознанием для свершения своих действий. В зависимости от того, какой бес победит, человек в сильном состоянии алкогольного опьянения будет вести себя соответствующим образом. Цель всех бесовских сущностей – это сподвигнуть человека на разрушение, убийство и самоубийство в конечном итоге, а потом вечно властвовать над его душой, приумножая негативную энергию на земле. Пьяный человек, не осознавая этого, может рычать, биться в истерике, ругаться последними словами и пытаться причинить вред окружающим. А если вокруг него никого нет, то самому себе. Известны случаи, когда довольно успешные и довольные жизнью люди в состоянии опьянения выпрыгивали из окон, выбрасывали своих детей на мороз, издевались над животными. Ванга знала, откуда и почему у людей, которые приходили и обращались к ней за помощью, возникали те или иные болезни. Она рассказывала им об этом, поэтому некоторые свидетельства очевидцев дошли до нас. И есть возможность теперь передать это знание будущим поколениям. Ведь это очень важные слова, которые, возможно, спасут кому-то жизнь. Итак, давайте начнем с того, о чем шла речь. Почему люди болеют алкоголизмом? Ванга говорила, чтобы к ней за помощью приходили лишь те, кто верит. Вот цитата из ее слов. «В Бога не веруете, а хотите, чтобы Он помог. Без веры ко мне не приходите». Из этого следует, что без веры не излечиться от болезней, тем более от алкоголизма, который возникает в момент физического отрицания Бога. Люди пьют ради куража и веселья, другие – от греха уныния и утраты надежды на лучшее, от невозможности временно изменить жизнь в лучшую сторону. Не понимая то, что любые испытания даются Богом не просто так, а для того, чтобы проверить, на чью сторону в итоге перейдет душа, останется с Богом вопреки всему или опустится до уровня, в котором сможет взаимодействовать лишь с дьявольскими сущностями. Многие опускаются благодаря своему недугу настолько низко, что начинают резонировать с сущностями низшего порядка в буквальном смысле. Они видят монстров, уродцев, гномов и даже самого дьявола, считая это галлюцинациями, в то время как другие видят, что человек допился, сошел с ума, что у него приступ белой горячки. Просто обычному человеку недоступны эти знания. Он не может увидеть и услышать ни Бога, ни дьявола, так как до первого не дорос духом, а до второго не опустился. Алкоголизм можно победить лишь одним способом. Это молитва, которой до жути боятся бесы. Они не смогут окружить человека, если он будет креститься, и даже близко не подойдут во время молитвы. Они не смогут завладеть сознанием, и алкоголь просто перестанет доставлять удовольствие, а также быть смыслом жизни. Болгарская провидица видела мертвых, толпы теней, идущих друг за другом и исчезающих в темноте. Это видение, относящееся к периодам войны пандемий. Когда ее спросили о 21 веке, она ответила, цитата, «Вижу мертвых. Иногда их так много, что они быстро двигаются, и я не успеваю рассказывать. Но я не могу остановить это движение. Они проходят и исчезают». Действительно, народу Земли уже многое пришлось пережить. Сибирская язва, свиной гриб, течий гриб, лихорадка Эбола, теперь коронавирус, который, еще одна цитата, будет косить людей, как серп пшеницу. Почему и откуда к людям приходят все новые болезни? Вот пророчество Ванги. Сегодня ты тут, а завтра тебя нет. Человечество идет к безумию. Всех сводит в могилу одно. Людей заманивает зло, и они не видят добра. Действительно, в современной жизни мы настолько привыкли к негативу, что и благие намерения людей тысячу раз подвергаем сомнениям. Многие считают, что творить зло – это нормально, ведь так живут все. На самом деле нет. И тот, кто живет по-другому, рано или поздно будет вознагражден за чистую душу и благие дела. У каждой болезни, по мнению Ванги, есть своя причина, и не всегда она наказание. Иногда болезнь – это избавление для человека, для его сознания и души. Ванга говорила, есть два вида болезней. Одни лечатся знахарскими снадобьями, другие – профессорскими. Самое важное для лечения – это знать точный диагноз. Нет неизлечимых болезней. Есть болезни, от которых нам не дают излечиться. Это очень важная фраза, ведь если задуматься, можно умереть и от раны, случайно уколовшись иголкой, и выжить на самой запущенной стадии рака. Вот что Ванга говорила о спиде. Это страшная, срамная болезнь. Посылают ее сверху, чтобы люди поняли, насколько грешны в своем желании и прелюбодеянии. Это болезнь, которая отправит миллионы на тот свет, пока не найдут лекарства. Ни для кого не секрет, что сейчас вирус иммунодефицита уже не приговор. Люди проживают с ним обычную жизнь и умирают от старости. Другое дело, что такому человеку приходится всю жизнь сидеть на медикаментах. Вслушайтесь в эту важную фразу болгарской провидицы. От простуды и влаги происходит большинство болезней. Там, где есть влага, есть жизнь. Вы можете не болеть, просто не стойте на сквозняке. Избегайте влаги, не пейте холодную воду. Помните, что с простуды все начинается. Когда приходит одна болезнь, за ней идет другая. Не пускайте первую болезнь и будете здоровы. Псориаз, диабет и лейкемия – это болезни от большого стресса и от страха, который идет из детства. Медицина справится с ними. Все кожные болезни из недр души. Очистите свою душу, ходите в церковь и ваше тело очистится. Ванга, великая провидица и прорицательница, умерла в 1996 году, в возрасте 85 лет. Причиной смерти называют раковую опухоль молочной железы, с которой не справился иммунитет провидицы. Свою болезнь и дату смерти Ванга предвидела и озвучила заранее. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если хотите увидеть больше подобных видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok